Сегодня мы хотим предоставить вашему вниманию наш взгляд на автономное учреждение Республики Калмыкия, Республиканское информационное агентство Калмыкия, или сокращенно РИА Калмыкия и Союз журналистов Калмыкии. Итак, недавно в интернет-пространстве Республики разразился скандал, раздутый прохасиковскими интернет-ресурсами и самим Союзом журналистов Калмыкии. Вокруг нашего сторонника – активиста Адьянова Бушаева, который нецензурной бранью выразился в отношении корреспондента РИА Калмыкии Гелян Наминхановой. По этому поводу Союз журналистов Калмыкии отреагировал так. Журналистское сообщество возмущено действиями шоумена. Наминханова, член Союза журналистов России, заместитель директора РИА Калмыкии, автор телевизионных проектов, известна своей категоричной точкой зрения. Своё возмущение в сети выразили уже не только журналистское сообщество, руководители властных структур, но и просто жители республики. Союз журналистов Калмыкии возмущен подобными оскорблениями наших коллег. Считаем недопустимыми эти действия, которые не должен допускать ни один человек, тем более мужчина, в отношении женщины. Отметил Санал Шавалиев, председатель Союза журналистов Калмыкии. При этом сама Наминханова отреагировала так. Я не сторонник судебных тяж. Подавать в суд – это крайняя мера. Требовать извинений я тоже не буду. Считаю, что общественное порицание сильнее решения суда. Хочу выразить благодарность всем моим коллегам и просто жителям республики за поддержку. Я никогда не скрывала своего мнения, но на своих страницах в соцсетях свою позицию не высказывала. Грустно сознавать, что мужчина, позиционирующий себя настоящим калмыком, так себя ведёт. У него тоже есть мать, жена, сёстры. Думаю, теперь я поменяю свою точку зрения на скромное молчание. Мы, соратники Адьяна, решили записать это видео в его поддержку. При этом мы понимаем, что этот поступок не красит нашего товарища. И это действие недостойного уважения. Но у Адьяна хватило духа, хватило смелости публично, искренне, со сцены извиниться за свой поступок. И мы считаем, что это достойное уважение. И начать сегодняшнее выступление я хотел бы с признания, что, к сожалению, сегодня я нахожусь в очень глубочайшем моральном и душевном омрачении. Ввиду собственных омрачений, ввиду собственных надежд, которые я возложил на определённых людей, которым я долгое время помогал, за которых я в своё время агитировал, говорил, верил, как земляков. Восхищался, ездил поддерживать в Москву, записывался на ТВ, где агитировал этих людей, чтобы мы, халмыки, голосовали за них, чтобы они прошли, засветились на политической арене, как политики. И, к сожалению, сегодня эти же люди говорят о невозможности конструктивного диалога с оппозицией и предлагают нам какие-то игры в регби, обвиняют нас в вандализме и не извиняются за это. Я сегодня, находясь в глубочайшем моральном омрачении, к сожалению, готов признать, что я сегодня опустился до недостойного мужчины поступка, такого, как оскорбление женщины матерным словом. Мне очень стыдно перед своей семьёй, перед своими родственниками, перед вами, Халим Гуд. Мне очень глубоко, я очень глубоко раскаиваюсь, и вы даже не представляете, в каких сил мне сегодняшний выход потребовалось, чтобы выйти и сказать вам эти слова. Но нам хотелось бы обратиться к Рио-Калмыкии и к Союзу журналистов Калмыкии. Не, уважаемые наши провластные журналисты, хватит врать. На митинге 5 января нового года мы разоблачили вас. Чему сегодня такое внимание, моему нехорошему поступку, вы выделяете, но не выделяете внимание тому, что так грязно обозвать этих смелых людей, которые сегодня просто выражают, достойных людей, которые выражают сегодня глаз, честно, смело сегодня выражают свою гражданскую позицию, и этих людей, обвинив учителей, обыкновенных пенсионеров, обвинив их в вандализме открыто на всю Россию своих же земляков. Вы не можете просто извиниться. Так, уважаемые журналисты, почему же вы не боретесь за эту правду сегодня? Это позор! Вы не достаны сегодня называться журналистами! Итак, описывая митинг от 5 января 2020 года, Реа Калмыкия разместила такие вот материалы. При этом, к описанию к посту указано, участники митинга продолжают протестовать против Дмитрия Трапезникова. 13 часам дня на площади Победы в столице республики собралось около 150 человек, хотя организаторы митинга заявляли тысячу человек. А теперь мы покажем вам, как делаются такие вот фото. Гена, ну ёпта! Гена, ну ёпта! Гена, ну ёпта! Ну, конечно, вначале снять. Гена! Гена, это Гена! Уже сняли, ребята, для того, чтобы показать, что здесь 20 человек было. 45 одних полицейских. Гена, удали, форматни! Или дождишься, сними нормальную картинку. Будь человеком, Гена! Так народу много не будет. Что выбрать, устраивать? Ну, мультики мне придумываются. Человек 200-300 придёт нормально, мы не рассчитываем об этом. А чём я говорить такое? Вот руки-то выручки. Вот все вот так. Да. А ты нарядок. Мога отказаться. Сейчас сколько? 200 рублей? 300 рублей? Нет, Калмыкия. 2000. Сколько? 5000. А? За 10 тысяч? Ребята, 10 тысяч! Для того, чтобы ты просто взлетел и показал 15 человек. Представляете? Вот как-то так. И в связи с этим нам, жителям Калмыкии, приходится приглашать журналистов из других регионов, которые более объективно освещают ситуацию в Калмыкии. Это Илья Азар, Алена Садовская, Анна Зуева и других смелых журналистов. В этом отношении нам, так же, как и Адьяну, очень стыдно за вас. Монах Алимгуд и жители Республики Калмыкия, делайте выводы, набирайте смелости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok